Любой хоккейный болельщик с хотя бы относительно серьезным стажем знает, победу в легендарной суперсерии 72-го года одержала сборная Канады. А что если мы скажем, что все должно было сложиться совсем иначе, а золотую шайбу кленовых листьев не стоило засчитывать? Что не так с тем самым голом Пола Хендерсона? Разбираемся в новом выпуске программы Хокки Хистери. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, и тогда вы точно ничего не пропустите. Ну а сейчас заводим хоккейную машину времени. Поехали! Год 1972. В феврале состоялась премьера музыкальной мелодрамы «Кабаре» режиссера Боба Фосса. Главные роли в картине, которая рассказывает историю американской певицы, развлекающей Берлин эпохи Веймарской Республики, исполнили Лайзе Миннелли, Майкл Йорк и Джоэл Грей. Фильм стал рекордсменом премии «Оскар», получив 8 наград при 10 номинациях, но не победив при этом в главной категории «Лучший фильм». В марте родился спортивный журналист и телекомментатор, телерадиоведущий, блогер, шоумен и актер Василий Уткин. Свою первую работу на телевидении он получил в 1992 году, когда стал редактором в программе Александра Политковского «Политбюро». В 2004-2005 годах Уткин становился лауреатом премии «Тэфи» в номинации «Лучший спортивный комментатор». В июне состоялся матч за звание чемпионки мира по шахматам между Ноной Гаприндашвили и Аллой Кушнир. Встреча советских шахматисток проходила в Риге. Они сыграли все 16 партий, а победу одержала действующая чемпионка мира Гаприндашвили. 8,5 на 7,5. Сентябрь был омрачен терактом на Олимпийских играх в Мюльхене, которые совершили члены палестинской организации «Черный сентябрь». Жертвами ужасающих событий стали 17 человек, 11 членов израильской олимпийской сборной, один западно-германский полицейский, а также 5 из 8 террористов, которые были убиты спецназом в ходе провалившейся попытки освобождения заложников. В декабре на сцене Большого драматического театра в Ленинграде впервые показан спектакль «Ханума» по водевилю Авгсентия Цагарелли на музыку Гео Кончелли. Постановщиком выступил великий Георгий Товстоногов. Комедия о соперничестве двух свах быстро стала одной из самых популярных и выдержала более 300 представлений. В том же 1972 году, ровно 50 лет назад, в Канаде и Союзе Советских Социалистических Республик прошла первая в истории суперсерия между хоккейными сборными этих стран. 8 матчей навсегда изменили историю нашего вида спорта, ведь никогда прежде сильнейшие канадские и советские хоккеисты не встречались на льду лицом к лицу. За 5 десятков лет суперсерия превратилась в событие по-настоящему легендарное, а еще обросла десятком удивительных, порою просто невероятных подробностей. Например, история о миллионах долларов, которые клуб Торонто Maple Leafs якобы предлагал Валерию Харламову, Борису Михайлову и другим звездам сборной СССР. Якобы, потому что даже суперзвездный Бобби Халл зарабатывал тогда в НХЛ по 175 тысяч в год. Мы переглянулись, а потом ребята говорят, ты старший, вот и отвечай. Я поблагодарил канадца за приглашение и, естественно, отказался, подчеркнув, что мы советские миллионеры, нам и дома хорошо. Я сказал это искренне, а не потому, что за нашими спинами стоял человек, отвечавший за безопасность сборной СССР. Потом подобные предложения канадцы делали почти всем нашим ребятам. Владику Третьяку, Саше Якушеву, Жене Зимину, Саше Мальцеву. Вспоминал Михайлов. А чего стоит эпичное противостояние Фила Эспозита и Александра Рагулина, которому посвящен отдельный и самый популярный выпуск «Хокки Хистори»? Обязательно его посмотреть. Канадец и русский богатырь отчаянно рубились на площадке, а за ее пределами продолжали цеплять друг друга даже спустя долгие годы. Вот одна из самых ярких террат Эспозита в адрес своего оппонента. Рагулин — это был самый могучий человек, с которым я когда-либо сталкивался. Это было как будто в тебя бросали гранату, но беспокоила меня другая вещь. Говорят, сборная СССР ели чеснок перед матчем. Дыхание от Рагулина исходило такое... Ой-ой-ой. И я говорю ему в момент, когда было сделано то самое знаменитое фото. Не ешь больше чеснок перед игрой. Ну и, конечно, СССР 72 — это золотой для Канады гол Пола Хендерсона. О нем сегодня и поговорим подробнее, потому что шайба эта связана с полноценным скандалом. Со скандалом, который поначалу никто не заметил. Перед стартом последней, восьмой встрече великого противостояния, счет был равным — 3-3. Еще один матч завершился в ничью. При этом решающая игра могла и вовсе не состояться из-за разногласий по судейскому вопросу. Стороны никак не могли определиться, кто должен обслуживать матч. Сборная СССР предлагала арбитров из ФРГ, а канадцы настаивали на бригаде из Чехословакии и Швеции. В конце концов, компромисс был найден. Каждая команда выбрала по одному судье. Встреча по традиции той суперсерии получилась результативной. Уже за первые два периода команды забросили 8 шайб. Перед стартом заключительного игрового отрезка советская сборная вела со счетом 5-3. При этом во втором перерыве заместитель начальника управления международных связей спорткомитета Александр Гресько, сам того не желая, добавил к кленовым листьям мотивации. Заканчивается второй период. Счет 5-3. Все уверены, что канадцам ничего не светит. К Саше Гресько подходит бывший председатель профсоюза игроков Аллен Иглсон с улыбкой. Сейчас забросим две шайбы и всем хорошо. Ничья в матче и в серии. На что следует ответ? Значит, мы победители. С чего бы? По разнице шайб таковы международные правила. С лица Иглсона сползла улыбка, хотя никаких правил подсчета для суперсерии не существовало. Аллен мчится в канадскую раздевалку, заводит команду и предупреждает, что нельзя играть на речью. Рассказывал легендарный журналист и член зала славы Международной Федерации Хоккея Всеволод Кукушкин. Разъяренные канадцы к 53-й муте матча сравняли счет, а за 34 секунды до сирены случилось неприятнейшее для всех советских болельщиков событие. Не особо известность широкой публики и до 28 сентября 1972 года точно не считавшийся звездой Пол Хендерсон принес кленовым листьям победу в игре и в суперсерии. О неожиданном герое стоит рассказать немного подробнее. Хендерсон сыграл 700 матчей в НХЛ за Детройт, Торонто и Атланту, но прослыл заурядным форвардом без ярко выраженных сильных качеств. Суперсерия стала турниром всей его жизни. Будущий герой Канады выходил в тройке с Бобби Кларком и Роном Элисом, и именно это сочетание стало главной головной болью для советской команды. А сам Пол неожиданно для многих выступил в роли настоящего лидера и вожака своей сборной. Он оформил дубль в пятом матче противостояния, а в шестой, седьмой и восьмой играх забрасывал победные шайбы. Всего на счету Хендерсона было 10 результативных баллов в 8 встречах. В списке лучших бомбардиров сборной Канады он уступил только легендарному Филу Эспозита. История преображения Хендерсона выглядит удивительно, но есть один нюанс. Главный гол в его карьере получился очень спорным. Внимательно смотрите за происходящим на льду. За несколько мгновений до судьбоносной шайбы канадцев защитник сборной СССР Валерий Васильев сфалил на будущем герой эпизода, а воронец московского «Динамо» зацепил Пола клюшкой и заставил его потерять равновесие. Но арбитры приняли решение не останавливать игру. До сирены оставалось меньше минуты, и их вмешательство могло оказать решающее влияние на исход встречи. А вот если бы они решили зафиксировать нарушение, то обязаны были тут же дать свисток. Шайба оказалась у Васильева. Но! История не приемлется с лагательного наклонения. Через мгновение хоккейный снаряд отлетел к Эспозиту, он тут же переправил его Хендерсону. Форвард Торонто умело отборолся на пятаке и осчастливил свою страну. Этот арбитр, Йозеф Компола, хотел нам помочь. Последняя минута, Хендерсон выкатывается, его укладывают. Лежит, поворачивается к суде, а Компола думает. Дам удалению, выскочат шесть канадцев. Не свистит. Шайба у русских, счет ничейный. Хендерсон встает, чертыхаясь. В следующую секунду шайба к нему отлетает, он забивает. 6-5. Нас тогда сгубил закон золотого яблока. Кажется, вот оно яблочко. Сейчас само в ладошки упадет, а мимо проходит нахал и срывает. История мирового спорта знает немало таких случаев, вспоминал Кукушкин. Канадцы тут же окрестили шайбу Хендерсона голом века и величайшим событием в истории мирового хоккея. Позже стало известно, что Пол и вовсе не должен был находиться на льду в тот судьбоносный момент. Но нападающего посетило чувство, что если он прямо сейчас окажется на площадке, то непременно забьет. Поддавшись наваждению, он принялся кричать Питу Маховличу, чтобы тот скорее сменился. Партнер Пола подумал, что это было указание тренерского штаба, поэтому тут же отправился на скамейку запасных и позволил Хендерсону выскочить на лед. Брат был уверен, что его попросил смениться тренер, а на самом деле у Хендерсона было какое-то чувство, что он забьет. Пол тут же прыгнул на лед и спустя несколько мгновений забил. Это было очень быстро. Если бы Пит не услышал и не вернулся на лавку, не было бы и этого гола, делился подробностями исторического эпизода Фрэнд Маховлич. Через несколько лет стало очевидно, что та шайба сыграла с Хендерсоном. Злую шутку. В одночасье он стал героем нации и лучшим хоккеистом мира. К такой популярности заурядный универсальный форвард был просто не готов. По возвращении домой к нему было приковано внимание всей общественности, а руководство Торонто ждало от нападающего настоящих подвигов. Чтобы понять степень тогдашней популярности Пола достаточно пары примеров. Его изображение поместили на золотой монете, а еще в честь Хендерсона выпустили специальную почтовую марку. «Я вынужден говорить о той победной шайбе 300 дней в году. Первое время мне это очень сильно не нравилось, но теперь раздражение прошло. Все те события остались в моей памяти, и я рад, что принял участие в тех знаменитых матчах», — говорил герой суперсерии 72. Из-за обрушившейся популярности и тяжелейшего груза ожиданий Пол провалил следующий сезон, получил травму, а еще пристрастился к алкоголю. Спустя два года он завершил карьеру в Энхэл, посвятив себя семье и религии. Хендерсон закончил семинарию, став священником. «Понятия не имею, когда я отправлюсь на небеса, но первое, что спрошу у Бога, не было ли там его вмешательства. В том эпизоде с моим голом», — заявил однажды автор одной из величайших шайб, которые мы когда-либо видели. На сегодня это все. Совсем скоро мы вспомним другие яркие эпизоды из истории мирового, советского и российского хоккея. Чтобы их не пропустить, не забудьте подписаться, позвонить в колокольчик и поднять палец вверх. А еще помните, историю не стоит переписывать, лучше ее пересматривать. Пока! Субтитры подогнал «Симон»